Добрый день, меня зовут Эльвира Пожарская. Я владелец Центра содействия бизнесу «Советник». До общероссийского голосования по поправкам в Конституцию осталось меньше месяца. Окончательный текст этих поправок появился всего несколько дней назад. У нас осталось совсем немного времени на то, чтобы разобраться, что меняется, и принять решение, согласны мы с этим или нет. Наверное, не дело бухгалтера высказываться о подобных изменениях. Мы привыкли работать с совершенно другими документами. Но на момент подготовки этого видео нам просто не удалось найти материал, в котором простым языком разъясняли бы, что именно меняется в основном законе нашего государства. Мы с моим партнером потратили несколько вечеров на чтение изменений и побуквенное сравнение их с текущей версией. Мы спорили, убеждали друг друга, иногда даже на повышенных тонах. И, кажется, пришли к пониманию основных изменений. Мы закрываем эту тему. Ты не права. Так ты не прав. В этом видео не будет всестороннего обзора поправок, так как дать свои комментарии, например, по перераспределению власти, которая тоже предполагается изменениями, мы не можем, и призываем юристов высказаться на эту тему. Друзья, давайте разбавим этот поток воплей про обнуление Путина и шквал пропаганды капелькой действительно полезной информации, благодаря которой наши соотечественники смогут сформировать собственное мнение и проголосовать так, как считают нужным. И если у кого-то, кто сейчас это слышит, есть хороший материал о поправках, но негде его опубликовать, я готова предоставить для этого наш канал или рассказать о вашем ролике нашей аудитории. И последнее замечание. Мы должны иметь в виду, что у нас нет возможности проголосовать за каждую поправку в отдельности. Мы голосуем за все поправки вместе. Так сказать, в комплекте. Поэтому проголосовав за, примите и те поправки, с которыми не согласны. А проголосовав против, вы откажетесь и от тех изменений, которые считаете правильными. На этом я закончу со вступительной частью. Если не хотите смотреть ролик целиком, то ссылки на основные части видео есть в закрепленном комментарии. А теперь к делу. Внимательный зритель наверняка заметил, что в начале видео я использовала словосочетание «общероссийское голосование», а не «всенародное» или «референдум». Это важная деталь. Если заглянуть в Федеральный конституционный закон номер 5 ФКЗ от 28 июня 2004 года, то мы увидим, что референдум – это всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме по вопросам государственного значения. То есть референдум и всенародное голосование – это одно и то же. Теперь откроем Федеральный закон номер 67 ФЗ от 12 июня 2002 года. В нем сказано, что референдум признается не состоявшимся в случае, если на него явилось менее половины избирателей. Вывод. Всенародное голосование или референдум считается состоявшимся, если на выборы явится более половины избирателей страны, а решение принятым, если больше половины явившихся избирателей проголосует «за». Хоть с телеэкранов нас и пытаются убедить, что в апреле пройдет всенародное голосование по поправкам. Президент своим указом назначит всенародное голосование. Но на самом деле, если верить закону, которым именно это голосование регламентируется, оно ничего общего с референдумом не имеет и будет признано состоявшимся в любом случае, даже если из всех граждан России проголосует только три человека. А решение будет принято обычным большинством голосов. Поэтому, если вы хотели выразить свою позицию, оставшись 22 апреля дома, то это ни на что не повлияет. Принятие решения от явки не зависит. Еще одна важная деталь, о которой стоит знать перед тем, как разбираться в сути поправок. Это спешка, с которой проходило принятие законопроекта в Думе. Во время второго чтения, в ходе которого решалось, как в итоге будет выглядеть наша обновленная Конституция, несколько раз депутаты даже путались в вопросах, выносящихся на голосование. То есть мы его же приняли в одной редакции, а сейчас будем принимать в другой редакции. Пункт «И» там изложен в той редакции, которую мы сейчас меняем поправкой, включенной в таблицу дополнительную. Иначе будет две разные редакции. Пожалуйста, давайте еще раз, потому что, по-моему, было непонимание. Да. Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Хорошая шутка. И думаю, никто не удивится, если я скажу, что Совет Федерации принял закон о поправках на следующий день после принятия в Думе. А по сообщениям о согласии регионов с принятым решением можно было отслеживать начало рабочего дня в нашей стране. Вчера утром Государственная Дума принимает его. Днем рассматривает Совет Федерации. В восьмом часу вечера финальный текст поступает нам в Мосгордуму. Сегодня мы уже должны его принять. Ночь. Одна ночь на изучение главного закона страны поправок на 71 страницу. Так, на минуточку. А теперь перейдем к рассмотрению закона, вносящего поправки в Конституцию. Он состоит из трех статей. В первой говорится непосредственно о самих поправках. Во второй статье описывается порядок общероссийского голосования. А в заключительной, третьей статье прописан порядок вступления закона в силу. Все самое интересное находится в первой статье. С ней мы сегодня и будем работать. Ссылка на текст закона, выносимого на голосование, есть в описании. Кому интересно, можете почитать его целиком. Итак, первый блок изменений вносится в главу 3 «Федеративные устройства». В статью 67 Конституции добавляются слова о том, что на территории России могут быть созданы федеративные территории. Если верить информации в интернете, это территории, которые не входят ни в один субъект государства, а подчиняются напрямую федерации. В сети есть несколько интересных статей на эту тему. Их несложно найти. Чаще всего в мировой практике в федеративные территории выделяются столичные регионы. Один из авторов поправок в Конституцию привел пример таких зон, которые могут появиться после принятия поправки. Это закрытое административно-территориальное образование, особо охраняемые природные территории, арктическая зона. По словам члена рабочей группы, это обусловлено требованиями к безопасности или повышению инвестиционной привлекательности. Как мы поняли этот пункт? Правительство сможет забирать под собственное управление какие-то регионы страны. Это в первую очередь территории военных баз, космодром Восточный, арктические территории и офшоры. К сожалению, дать более глубокую аналитику по этому вопросу мы не можем и в очередной раз призываем юристов высказаться на эту тему. Идем дальше. В той же статье добавляется новый пункт, согласно которому Россия защищает свою территориальную целостность, а любые действия, направленные на отчуждение наших территорий кому-то еще, а также призывы к таким действиям, не допускаются. Но тут есть оговорка. Под этот пункт не попадают делимитация, демаркация и редемаркация границы. Делимитация – это изменение границы между двумя сопредельными странами путем переговоров. Демаркация – это проведение границы на местности, то есть это следующий шаг после делимитации. Редемаркация – не такой интересный термин, о нем говорить не будем. Любители теорий заговоров, взглянув на этот пункт, моментально предположат, что правительство создает почву для передачи части территории к какому-то пограничному государству. Может это и так, а может это просто необходимая оговорка для нормального взаимодействия в рамках международных отношений. А что говорится на эту тему в текущей редакции Конституции? Обратимся к первой главе. Нас интересует статья 4. В ней сказано, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Получается, поправками в третью главу вносится пункт, который уточняет то, что уже было прописано в первой главе. Возникает вопрос, а не легче было бы изменить первую главу и не засорять самый главный документ государства повторяющимися пунктами. Хоть вопрос и кажется риторическим, но я могу на него ответить. Для того, чтобы вносить правки в первую, вторую и девятые главы Конституции, необходимо разрешение Конституционного собрания. А никто не знает, что это такое. У нас до сих пор не принят закон о Конституционном собрании. То есть для того, чтобы изменить пункт о территориальной целостности, нужно собрать Конституционное собрание. Но в настоящее время это сделать невозможно, так как у нас нет закона, в котором бы прописывалось, как это делать. И поэтому законодатель просто добавляет аналогичный пункт немного в другой формулировке в третью главу, для изменения которой никакого Конституционного собрания не нужно. А если копнуть еще глубже, то в конце первой главы есть фраза о том, что никакие другие положения Конституции не могут противоречить тому, что написано в этой главе. Возникает вопрос, а не противоречит ли новый пункт первой главе Конституции? Нам показалось, что противоречит. Но мы не судьи и даже не юристы. Давайте посмотрим, как высказался на этот счет Конституционный суд, высший судебный орган Российской Федерации. В своем выводе судьи сосредоточились на том, чтобы доказать, что запрет призывов к отчуждению территории страны не ограничивает свободы человека и не противоречит Конституции. А вот не противоречит ли Конституции допущение фактического отчуждения территории с помощью делимитации в выводе почему-то не говорится. Наверное, будь мы Конституционным судом, мы бы признали этот пункт противоречащим первой главе и отказали бы в принятии поправок. Но я уверена, что в Конституционном суде сидят люди гораздо опытнее меня. И если они на что-то закрыли глаза, значит и смотреть там не на что. Лучше и не скажешь. Далее по тексту вносится новая статья. Если кратко, то в ней говорится, что наша страна объединена тысячелетней историей. Наши предки передали нам идеалы и веру в Бога. Мы чтим память защитников Отечества и так далее. Очень красивые и важные слова, которые совершенно не имеют никакого отношения к федеративному устройству, которому пытаются их прикрутить. Подобные слова больше подходят ко второй главе о правах и свободах человека или даже к преамбуле. Но вот незадача. Чтобы внести изменения в эту главу, необходимо собрать все то же конституционное собрание, что на сегодняшний день невозможно по причинам, о которых я говорила минуту назад. Многих смущает упоминание Бога в Конституции. Возможно, в преамбуле оно смотрелось бы и органично, но в основном тексте, а особенно в главе про федеративное устройство, этой фразе определенно не место. Далее вносятся поправки в список вопросов, относящихся к совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов. Если верить учебнику по правоведению, эти вопросы требуют не жесткой централизации, а лишь урегулирования в определенной части со стороны федеральных органов. Самый резонансный пункт в этой правке это определение брака как союза мужчины и женщины. Никаких комментариев мы давать не будем, так как в любом случае кого-то оскорбим. Даже при обсуждении этого пункта внутри нашего небольшого коллектива мнения разделились. Сошлись мы только на одном. Конституция – это определенно не место для такой формулировки. И вот мы подошли к так называемому социальному блоку поправок. Основных всего три. Во-первых, в Конституции закрепляется величина минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. На данный момент это прописано в федеральном законе ОМРОТ. Теперь будет и в Конституции. Ничего плохого. Далее речь заходит о пенсиях. Устанавливается, что пенсионное обеспечение осуществляется на основе солидарности поколений и проводится ежегодная индексация. Например, я считаю, что строить основу пенсионной политики на принципах солидарности поколений, когда работающие сейчас граждане обеспечивают пенсию сегодняшним пенсионерам, а не формируют накопление для своей будущей пенсии, это не очень хорошо. Полностью от этого механизма, разумеется, отказываться нельзя. Но вся пенсионная система держаться на этом не должна. Но, видимо, в настоящее время ничего лучше придумать нельзя. Хорошо бы, конечно, не включать эту поправку в текст основного закона, чтобы была возможность в случае необходимости поменять пенсионную систему без изменения Конституции. Кстати, от себя могу предложить использовать средства от продажи таких ресурсов, как нефть, газ, золото, бриллианты, для формирования будущих пенсий граждан. Это отчасти реализовано и сейчас, когда деньги на материнский капитал или пенсионные выплаты берутся в том числе и из федерального, а не пенсионного бюджета. Но если использовать нефтяные деньги не как затычку для дырок в бюджете, а на постоянной основе формировать с их помощью пенсионные накопления, то это будет гораздо понятнее для людей и отчасти реализует право россиян на природные ресурсы своей страны. И последняя инициатива в этом блоке это гарантии социальной поддержки и индексация социальных выплат. Инициативы хорошие, всеми поддерживаются, но добавляются совершенно не в ту главу. В Конституции есть статья 39, где перечисляются социальные гарантии. Этот блок лучше бы смотрелся именно в этой статье, но она находится во второй главе и мы опять сталкиваемся с тем, что сделать правильно возможности нет. А если быть точнее, то нет времени. Следующим пунктом вносится поправка, которую в СМИ представляют, как отказ от верховенства международного законодательства над Российским. В ней сказано, что на территории России не подлежат исполнению решения межгосударственных органов, противоречащие нашей Конституции. Давайте посмотрим, что на этот счет говорит действующая редакция Конституции. Обратимся к главе 1, а именно к пункту 1 статьи 15. Там сказано, что Конституция имеет высшую юридическую силу. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции. Из этого пункта мы понимаем, что Конституция и законы не одно и то же, и Конституция выше законов. Далее обращаемся к пункту 4 той же статьи и видим, что если международным договором предусмотрены иные нормы, чем законам РФ, то приоритет имеют именно международные нормы, но Конституция все равно остается выше. И эту позицию подтверждает вывод Конституционного суда в 2015 году. То есть, если международная норма противоречит федеральному закону, то применяется международная норма, но если эта норма противоречит Конституции, то уж извините, для нас Конституция это святое. Та норма, которую я сейчас озвучила, поправками не затрагивается, и она не может быть затронута, так как находится в первой главе Конституции. Таким образом, после принятия поправок она силы своей не потеряет. А теперь давайте прочитаем, что меняется поправками. Решения международных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Тут сказано все то же, что я озвучила минутой ранее, только другими словами и в более узком формате. Рискну предположить, что конкретно этот пункт был добавлен исключительно для того, чтобы пошуметь на тему того, что наконец-то мы устранили верховенство международного права над нашим. Хотя, по сути, наша Конституция как была выше международных норм, так и осталась. Более того, в конце первой главы Конституции есть фраза о том, что никакие другие положения Конституции не могут противоречить основам конституционного строя или другими словами противоречить первой главе. Даже если бы законодатель и захотел что-то изменить и поставить федеральные законы выше международных, то он бы все равно не смог этого сделать без изменения первой главы. А первую главу поменять невозможно, так как мы не можем создать Конституционный совет. Круг замкнулся. Идем дальше. Добавляется новая статья. Ее текст я, пожалуй, прочитаю целиком. Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства. Как говорится, если вы не хотите мира и безопасности, то мы придем к вам и дадим их силой. Кстати, чуть ранее в поправках были слова о том, что Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав и обеспечении защиты их интересов. Теперь мы будем ничуть не хуже наших западных коллег, которым их конституция дает моральное право дарить людям мир и демократию по всему земному шару. И в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт, окончательно. А теперь поговорим о главе, посвященной президенту. Во-первых, гражданину, избираемому на должность президента, ужесточились требования. Теперь это лицо должно постоянно проживать на территории России не менее 25 лет и не должно иметь счетов в иностранных банках. Также президенту запрещается иметь иные гражданства как в настоящее время, так и в прошлом. Причем тут есть оговорка, позволяющая гражданам иных государств, вступивших в состав Российской Федерации, становиться президентами. Господин Трамп, если после отставки вы хотите стать президентом России, вы знаете, что надо делать. И, наконец, тема, которую сейчас обсуждают все. Меняется формулировка о количестве президентских сроков. Если раньше было запрещено одному человеку президентствовать более двух сроков подряд, то теперь ограничение жестче. Два срока всего. Ну и тут есть оговорка, которая появилась благодаря Валентине Терешковой. Ограничение по количеству сроков применяется к действующему или действовавшему ранее президенту без учета сроков, в течение которых он занимал эту должность до внесения поправок в статью, ограничивающих число сроков. Если говорить о действующем президенте, то благодаря этому пункту он сможет после текущего срока еще два раза занимать должность главы государства. А если заглянуть немного дальше, то можно увидеть, что при любом дальнейшем изменении пункта о количестве сроков будет происходить то же самое обнуление, которое мы имеем сейчас. И если не было изначальной цели создать такой механизм, то этот пункт нужно было поставить не в Конституцию, а в третью статью закона, вносящего эти изменения. Я говорила об этом в начале видео. В этой статье говорится о порядке вступления в силу поправок. А теперь самое интересное. Этот пункт там есть. То есть, одна и та же законодательная норма прописана в двух разных местах. Я, конечно, никогда не занималась законотворчеством, но мне кажется, это несусветная глупость. Это могло быть сделано только для того, чтобы у Конституционного суда не было причин для отказа в принятии закона о поправках. И это уже не первый раз, когда мы по тексту находим признаки того, что тот или иной пункт вносится просто для галочки, чтобы не пошатнулась та конструкция, которую уже успели наворотить. Мне кажется, это неправильно. И если уж вы затеяли такие глобальные перестройки, то лучше повременить, устранить все препятствия, которые не позволяют менять первую и вторую главы Конституции. А затем создать новый документ, в котором все будет на своем месте. И не будет пунктов, которые нужны только, чтобы залатать все минутные дыры. Хотя, возможно, спешка, с которой все происходит, кому-то нужна. Я не знаю всего, что происходит. Мы всего лишь читаем документы, которые спускают нам депутаты. А еще мы смотрим записи обсуждений, на которых эти документы для нас создаются. Иногда за этим очень интересно понаблюдать. Выступление Валентины Терешковой, с которого и началась вся эта история с обнулением президентских сроков, яркий тому пример. Это произошло во время второго чтения законопроекта. Во время первого чтения в конце января депутаты рассмотрели текст предложенного президентом законопроекта. Затем полтора месяца они думали и предлагали свои поправки. И вот 10 марта они должны были сформировать окончательный текст закона, чтобы на следующий день принять его в окончательном третьем чтении. 10 марта все шло своим чередом. Никаких поправок о том, чтобы продлить срок для действующего президента не было. И вот в середине заседания Валентина Терешкова просто встает и идет к трибуне, нарушая тем самым процедуру обсуждения. За полтора часа до этого было решено, что с трибуны выступят только лидеры партии. Особый порядок, где сначала выступление руководителей политических фракций, затем выступление председателя комитета, потом голосование у нас идет. Председатель Думы, посоветовавшись с присутствующими депутатами, принял решение дать Валентине Владимировне слово, отметив, что это первый раз, когда она выступает с трибуны. Уважаемые коллеги, я вижу, что Валентина Владимировна Терешкова до середины зала дошла, потом вернулась обратно, кнопка не срабатывает. Коллеги, нет возражений, если мы Валентине Владимировне предоставим возможность выступить, она просит впервые, наверное, за все это время. Далее первая женщина-космонавт неуверенным голосом с дрожащей рукой зачитывает свою речь, прося в конце депутатов помочь ей сформулировать свой блок поправок, который реализует возможность этого самого обнуления президентских сроков. То есть никаких поправок Терешкова не предлагает, она озвучивает идею и просит более опытных коллег их написать. Затем слово берет спикер Госдумы, который предлагает прерваться на полтора часа для того, чтобы обсудить услышанное и посоветоваться по телефону с президентом. Поэтому прошу вас, коллеги, поддержать мое предложение по сути и по смыслу, поддержать и помочь юридически сформулировать необходимую поправку. Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультации с действующим президентом, потому что о нем речь идет. И ровно через полтора часа к депутатам заходит президент, который зачитывает с рукописного листочка 20-минутную речь и уходит. Честно говоря, если бы мы не видели это своими глазами, то ни за что бы не поверили. Даже авторское кино не вызывает столько вопросов, сколько появляется после просмотра этого заседания. Неужели президент России настолько ненапряжная должность, что в любой момент может подорваться и по звонку за полтора часа приехать на обсуждение в Думу? Можно ли за час небольшим обдумать предложение депутата Терешковой, сформировать у себя в голове мнение и написать речь на 20 минут? Возможно ли чисто механически за это время столько написать рукой? И если действительно все, что происходило в Думе 10 марта, это заранее срежиссированный спектакль, то почему он сделан настолько халтурно? Мы не смогли придумать теорию, которая бы все это объясняла, но факт остается фактом. Поправки Терешковой приняты. Неважно, чем они вызваны, нам с этим жить дальше. А пока давайте поговорим о последнем, заинтересовавшем нас изменении. Это статья о том, что президент даже после прекращения своих полномочий обладает неприкосновенностью. Лишить его этой неприкосновенности может только Совет Федерации на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в госизмене. Кстати, президент, окончивший свои полномочия, теперь автоматически оказывается в Совете Федерации, причем пожизненно. Но у него, конечно, остается право от этого отказаться. При условии хорошей президентской текучки в обозримом будущем мы рискуем получить Совет Федерации целиком состоящий из бывших президентов. Пожалуй, это все изменения, по которым я готова высказаться. Если вы хотите покопаться в первоисточнике и сформировать свое мнение, то все необходимые ссылки есть в описании. Там вы найдете сам закон оносящей поправки, текст Конституции в действующей редакции, новый текст Конституции с учетом вносимых изменений и вывод Конституционного суда о соответствии вносимых поправок действующей Конституции. Давайте подведем небольшой итог. Первое. 22 апреля будет не референдум, а обычное голосование, итоги которого от явки не зависят. Второе. Поправки принимались в бешеной спешке. Депутаты несколько раз даже путались в момент голосования. Третье. Многие поправки, которые изо всех сил продвигает пропаганда, это то, что и так на данный момент присутствует в действующей Конституции или отражено в федеральных законах. Четвертое. Большая часть важных поправок добавляются не в те главы, в которые следовало бы их поместить, так как без принятия закона о Конституционном собрании менять первую, вторую и девятые главы Конституции нельзя. Пятое. Благодаря поправкам, с которыми выступила Валентина Терешкова, создается возможность для действующего президента сохранить свою должность еще на два срока и в дальнейшем, внося изменения в количество сроков, производить аналогичное обнуление. Шестое. По нашему мнению, стоит обратить внимание на появление слова делимитация в статье о защите территориальной целостности. Седьмое. Часть поправок, по своей сути, не подходит для включения в текст Конституции. Восьмое. Международное право как было выше федеральных законов, так и осталось. Конституция как была выше международного права, так и осталась. Шумиха в интернете и СМИ на эту тему, скорее всего, создана искусственно, чтобы создать впечатление, что запросы либеральной общественности тоже учтены. Девятое. Наша Конституция наконец-то дала нам моральное право нести мир и безопасность на территорию любого государства. В сегодняшнем видео я, наверное, 10% изменений не затронула. Большая часть этих изменений строится на том, что те или иные полномочия уходят из-под ведомства одного государственного органа другому. То ли система не так проста, то ли я не так умна, чтобы понять этот механизм за столь короткий срок. Я повторяю свой призыв к юристам и политологам. Давайте подготовим хороший материал, который разъяснит и остальные изменения. Я со своей стороны готова предоставить площадку нашего канала для продвижения действительно полезной информации. Я считаю, что не имею морального права призывать кого-то голосовать так или иначе по этим поправкам. Более того, я даже не решила, как сама буду голосовать. Но одна позиция, от которой я не откажусь, у меня сформировалась. Я считаю, что было бы правильно отказаться от внесения этих поправок в принципе, принять закон о конституционном собрании, создать новую конституцию, в которой все будет на своем месте, довести ее до такого состояния, чтобы каждый депутат, прочитав этот документ, встал и сказал «Я все понял». Чтобы все деятели культуры, сидящие в Думе, вместе с Валуевым и Исенбаевой хором сказали, что им все понятно. И вот тогда давайте голосовать за эту новую конституцию. Очень не хочется, чтобы наш основной закон пошел по пути налогового кодекса, который после всех изменений просто невозможно читать. Наша конституция написана замечательным языком. Готовя это видео, я в очередной раз в этом убедилась. Давайте не будем это ломать. На этом у меня все. Спасибо за внимание и всего вам доброго! Что на глядке уродится, что на дереве растет, все для дела пригодится и в варенье попадет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok